Вот все качества в абьюзере есть в первое время, но это лживые, это фальшивые качества, а потом они просто исчезают. Человек меняется сразу, вернее постепенно, и потом не возвращается вот к этому лживому состоянию, фальшивому. И начинают манипулировать, начинают давить, и потом очень сложно уйти от человека. На самом деле, если хотите, можете в ютубе посмотреть где-нибудь про абьюзеров, про нарциссов видео. Сколько времени он был хорошим, честно говоря, не помню, ну, наверное, около полугода. Полугода где-то вот так вот примерно, да. Вот, короче, просто абьюзеры. Еще какая тряпка. Абьюзерами бывают не только ж мужчины, но и женщины еще. Вот, и я не переживаю, поверьте мне. Вот, короче, бывают еще абьюзеры женщины, девушки, девочки, неважно какой возраст, они тоже могут быть абьюзером. Вот, и я знаю даже, короче, одну семью. Вот, у меня клиентка, у нее, значит, муж. Вот, он разведен со своей первой женой. И, и, чтобы вы понимали, короче, его бывшая жена до сих пор терроризирует уже сколько лет с момента развода прошло. Вот, и он имел свою квартиру в Питере, которая никаким образом не относилась к этой бывшей жене. И она его настолько сильно затерроризировала, настолько сильно заманипулировала человеком, что он продал свою квартиру за 7 миллионов рублей. И половину, то есть 3,5 миллиона отдал ей. Хотя она, эта квартира, никак не относилась к бывшей жене. И они уже в разводе несколько лет. И у него уже другая семья, ребенок. Вы представляете? Это очень глупый поступок, да. Но человек, когда находится под влиянием абьюзера, он сам не понимает, что делает. Вот это я просто прошла это все на своей шкуре. Я понимаю, я знаю, что это такое. Ребята, это очень тяжело, это очень сложно. Вот просто не дай бог кому-нибудь... Они были в разводе, да. Она взяла момент, она... Нет, я не с Питера. Она, ну как, зацепилась за него, короче, в этот момент. И начала манипулировать им жестко. Вот. Начала всякие вот эти вот психологические штучки на нем отрабатывать. И он ей отдал три с половиной миллиона. У них не было ребенка. В том-то и дело. Позитив, привет. У них не было ребенка. Вот в чем суть. Это у него сейчас уже вторая жена, семья. Вот, и вот у них, да, есть ребенок. А с первой жены не было детей. А с первой жены не было детей. А с первой жены не было детей. Я на работе. Абьюзеров? Абьюзеров я не знаю, какой процент от населения, честно говоря. Бывают хорошие люди, бывают плохие люди. Больные, здоровые. Всякие бывают на этом свете. Ладно, у меня типа была легкая степень абьюза. Да, это психологическое отклонение. Абьюзеры, что же они бывают разной степени? Вот. У меня, допустим, абьюз был легкой степенью, потому что я на себе терпела только унижение, оскорбление, манипуляции, травлю тоже. Вот это все у меня было. Нет, не надо быть манипулятором, ребят, потому что можно встретить нормального человека в своей жизни. Вот. И все у вас будет хорошо. Вот. Потому что абьюзера может унять только абьюзер. Вот. И там только один вопрос, кто сильнее будет. Либо у них будут нормальные и здоровые отношения. Но только если при условии это будет абьюзер плюс абьюзер. Вот. А есть же абьюзеры, которые еще бьют. Можно встретить абьюзера на... Но. Но я вам так скажу, что бывают случаи, это, конечно, очень малый процент, когда абьюзер перестает быть абьюзером с тем человеком, который ему действительно нужен. Да. Это его форма защиты, потому что у него ноль самооценки, ноль всего, ноль всех хороших качеств, потому что в него не вложили эти качества, потому что его не научили жить правильно. Ну, не то, чтобы правильно, да? У нас же нет такого понятия, что правильно, а что неправильно. Вот. Но сам факт того, что есть какая-то определенная норма, да, по которой люди живут. Вот. И эти люди, они не видели нормы никогда, потому что у них были такие же отношения в семье, когда кто-то кого-то угнетал, когда кто-то кого-то оскорблял. Вот. То есть вот так. Что ребенку в детстве покажешь, то он и будет проецировать на себе. Недостаток любви, внимания, общения. Вот. Плохая компания. Но есть еще, кстати говоря, доводы, что абьюзеры не рождаются уже с этим отклонением. Вот. Поэтому утверждать тоже как бы я не буду, потому что я это сама все изучала, да, на протяжении долгого времени. Да, я согласна с вами полностью. Но когда мужчина будет отдавать, когда женщина ему будет отдавать, потому что это такое соприкосновение, это должна быть чистая, искренняя любовь между людьми. Это должно быть отдача друг от друга. Это должно быть взаимопонимание, уважение. Все должно быть.